В ауле Тхагапш жители возвращаются к прежнему размеренному ритму жизни. Почти две недели здесь круглосуточно шли работы по восстановлению. Разгребали завалы всем миром. Аист Лиф рассказывает, в дом вода не зашла, не успели вовремя среагировать. Зато с его участка добровольцы и сотрудники МЧС вывезли 20 огромных камазов ила. Нанос был очень сильный, до 70 сантиметров. Во двор и промойны получились, и нанос ила. Вот сейчас мы видим, какой стал мой огород. Это прежний уровень, который был. Тут пришлось много поработать техники. Экскаваторы, самосвалы. 18 корней исчезли, как будто их и не было. Огород полностью ухоженный, тоже бесследно исчез под водой. Ну, такая картина, пожалуй, у всех. Перед двором уже убрано хорошо, вы сами видите. Изгородь была нарушена, сейчас восстанавливают. Но остальное уже будем добирать, это вопрос времени. Но я думаю, что мы все это решим. Чужой беды в многонациональном Сочи не бывает. И помогали, конечно, не только руками. На счет Красного Креста поступило около 3 миллионов рублей. Все сотрудники администрации города перевели однодневный заработок. Получилось порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. Поддержали селян, представители бизнеса и национальные диаспоры. Весомый вклад внесли члены партии «Единая Россия». В общей сложности в Тхагапш направлено почти 2 миллиона рублей. Материальную помощь там уже получили владельцы 26 домов. Четыре дома приняли на себя первый и самый мощный удар стихии. Их собственники получат выплаты из краевых фондов. Но уже сейчас принято решение, их поддержит и город. Они получат по 100 тысяч рублей для приобретения бытовой техники, предметов первой необходимости. Осман Тешев тоже планирует полученную компенсацию потратить на бытовые приборы. Я получил 80 тысяч. Куплю стиралку новую, холодильник, дизель. Электростанцию у меня же тоже потопило. Что еще? Газовую плиту. Вот в основном на эти. Не считая, что там первый этаж затопленный, все по новой надо переделывать. Забор все повалило, как видите. Но это я уже своими силами. В Тхагапше работают несколько десятков спасателей, около 200 специалистов администрации города и муниципальных учреждений. Жители искренне благодарят всех за поддержку. Работы продолжатся до полной ликвидации всех последствий июньского разгула стихии во всех поселках.